давайте задумаемся откуда берутся новые события в нашей жизни вот мы с вами живем и у вас сейчас на этом жизненном этапе есть определенная конструкция ваш характер и я не побоюсь сделать это утверждение ваш характер вся эта совокупность черт привела вас в эту точку вашей жизни с той работой которой которой вы занимаетесь с теми нереализованными мечтами которые у вас есть с той личной жизнью которая у вас есть с тем характером времяпрепровождение который вы предпочитаете это все создано вами дальше есть огромный спектр того чего вам не хватает потому что вы в себе сформировали ожидания что вам хотелось бы иметь в жизни и вам это этого не хватает нам всем чего-то не хватает то есть опять все что я сейчас говорю не призвано критиковать или осуждать то как вы живете или кто-либо живет мы все живем по-разному но нужно признать одно как бы вы ни жили сейчас есть огромное количество факторов нашей жизни которые стали результатом того как мы действовали а действовали мы исходя из нашего сформированного характера это все что я хочу сейчас чтобы вы приняли как отправную точку все что окружает каждого из нас вас меня это сформировано за длительное время совокупностью действий за десятилетия за годы и эти действия произрастали из тех черт характера которые вы вырастили в себе в течение всей жизни теперь из этой отправной точке мы двигаемся дальше откуда берутся изменения вот это очень интересный вопрос мы ведь все хотим чтобы что-то новое происходило вот 2022 год и мы загадываем желанием мы мечтаем об изменении жизни эти изменения должны произойти стихийно и извне или эти изменения я сейчас говорю про серьезные изменения будь то финансовые качественные территориальные какие угодно или эти изменения нужно сгенерировать изнутри вот в чем самый любопытный на мой взгляд вопрос если изменения извне если среда не меняется представьте такой мир который совершенно стабилен на самом деле большей частью ребят жизни так все и есть жизни человечества в жизни отдельных стран происходят некие макро события которые влияют ну и мы знаем историю конечно есть события которые влияют на судьбы людей но есть также довольно длительные отрезки когда ничего радикального не происходит какие-то фоновые небольшие колебания есть но большей частью люди сами создают свои обстоятельства если черты характера вся та отправная точка этого персонажа весь спектр черт не меняется то обстоятельства тоже не меняются все происходит по привычному кругу завтрашнего дня вы можете задаться вопросы откуда в моей жизни возьмутся новые форматы если во всем спектре возможных ситуаций я действую абсолютно также неизменно я как готовый прописанный персонаж но откуда возьмутся новые достижения откуда возьмутся качественные глобальные изменения нужно переписать персонаж и вот это сложнейшая задача то есть если вы это принимаете ребят здесь ведь какой вопрос принимаете ли вы эту точку зрения потому что вы можете уже сейчас слушая меня сказать нет я не согласен все не так прекрасно живите по своим конструкциям но если вы принимаете эту точку зрения и вы согласны со мной что ничего не изменится если не поменяются черты характера либо изменится потому что извне что-то произойдет но извне вряд ли на вас свалится выигрыш лотерея или какое-то наследство о котором вы не знали и также я боюсь предположить что даже в этом случае ваша судьба сильно не изменится уж таких примеров на свете очень много когда у людей вдруг появлялось много денег но степень их бестолковости от этого не менялась и эти деньги были потрачены ни на что и так вы приняли тезис теперь давайте подумаем а как можно переписать свой персонаж нужно поменять водные ну водных было очень много за очень много лет у тебя за спиной этот рюкзак багаж и таром он называется багаж жизненного опыта вот оттуда и берутся все эти прописанные алгоритмы откуда взять новые вводные это провести произвести какой-то яркий новый шаг вашей жизни какое-то супер радикальное изменение я рассказывал свое время про например свою попытку в 21 год переехать на другой материк и тем самым естественно ты ставишь себя настолько новые предлагаемые обстоятельства что твой персонаж начинает переписываться внутренне не полностью конечно не полностью есть некие базовые наклонности и задатки и этот метод такого принудительного что ли принудительной стрессовой терапии ребят нужно понять одно способов здесь можно придумать очень много разных но нужно внутренне понять и принять что не изменив исходные данные не перед прописав персонаж не перепрописав черты характера не появятся изменений в окружающем мире суть в том что наши черты характера превращаются в наши типичные действия а типичные действия формируют нашу судьбу чтобы поменять судьбу через свободную волю нужно поменять исходные исходные данные а вот это сверх задача как делаю я и как поступаю я я считаю что необходимо совершенно читать широкий спектр литературы на постоянной основе принуждать себя читать не только то что тебе кажется комфортным интересным и наиболее удобным что ли так для твоего внутреннего склада но и менее удобные жанры направления также изучать если речь идет не только о художественной литературе и не только научной литературе и уж точно не замыкаться в прикладной литературе для своего направления а постоянно в 20 лет 25 в 30 35 40 всю жизнь всегда требовать от себя чтение широкого спектра литературы многие задают вопрос денис а как найти то самое дело жизни а как выбрать путь сердце как как почувствовать причем не только когда вам 20 25 лет опять же а в 35 40 лет когда-то направление меняются когда-то мы начинаем что-то новое или хотим начать что-то новое или чувствуем что чего-то нам в жизни не хватает и благодаря тому что ты читаешь по широкому спектру для твоего нутра для твоего камертона всегда есть возможность находить созвучие когда ты соприкасаешься с человеческими судьбами со сферами знаний с поисками с путешествиями с открытиями с биографиями с научными исследованиями твой камертон он же все время пульсирует то есть он ищет эти созвучия но опять же закисая в своей привычной жизненной конструкции ты не ты не подвергаешь себя новым воздействием а через широкий спектр чтения у тебя все время камертон ищет резонанс ищет резонанс и вдруг ты в какой-то момент чувствуешь вот она надо же мне это интересно меня это почему-то цепляет ребят ведь мы рождаемся мы понятия не имеем что у нас в жизни зацепит и заметьте меня цепляет одно вас другое кого-то третье мы все очень разное а выбрать как выбрать ну конечно ну да нужно предоставить своему камертону возможность видеть слышать истории чувствовать рассказы чувствовать что тебя зацепит какая сфера деятельности какая сфера знаний какой образ жизни и так далее следующий пункт приоритет действия над анализом с этим можно долго спорить но это важнейший принцип жизни на мой взгляд для человека нам очень свойственно многим из нас стараться проанализировать до совершения действия ради того чтобы избежать ошибок не совершить какой-то неверный поворот в жизни не пойти по неправильной дороге через действие ты получаешь такое обилие информации через даже первые шаги я сейчас говорю не о днях конечно хотя бы о нескольких месяцах вы выбрали новое направление начинаете действовать не нужно анализировать если захотелось нужно делать мы не думаем мы действуем это смешно звучит но я себе взял это правило и я сам посмеиваюсь часто потому что изначально не скажу что я изначально был человеком действия но я сделал себя с годами с десятилетиями человеком действия именно по убеждениям потому что убедился что лишь начать действовать намного важнее для получения гигантского объема информации который тебе уже не приходится долго переваривать он идет параллельно с действием мы так намного лучше функционируем как люди ты занялся новым направлением в жизни и тебе пошел фидбэк огромный от реальности это не получается то не получается и у тебя начинается мощнейший креатив у тебя такой спектр информации что ты прямо на ходу начинаешь анализировать тебе не нужно сидеть и прокрастинировать весь этот анализ до действия это сплошная ерунда следующий пункт третье правило это запрещать себе думать что когда-то для человечества были лучшие времена чем сейчас вот это интересная очень история и если вам сейчас 20 лет то вам наверное непонятно о чем я говорю но если вам лет 35 и уже есть за плечами что-то уж не говоря если вы старше и опыт жизненный накапливается и ситуации прошлого они идеализируются потому что мы вообще так устроены и ты начинаешь думать что музыка не та литература не та уж не говоря о социальных факторах что все становится только хуже ребята это такая тупиковая и ошибочная история мы костенеем мы перестаем иметь возможность воспринимать новое а когда ты не воспринимаешь новое у тебя больше нет шансов все ты погиб ты не погиб еще физически но ты погиб в плане своей возможности творить развиваться видеть новые ты застрял в прошлом все это диагноз потому что когда ты начинаешь делать новые осваивать новую сферу новую профессию ты неизбежно меняешь свой персонаж ты перепрописываешь черты опять же не на сто процентов какую-то часть и имея все время внутри себя обновляющуюся часть этой личности какие-то вещи не изменятся естественно какие-то вещи настолько глубоки в нас и здорово они составляют нашу основу но есть часть которую можно очень часто обновлять перепрописывать она и является источником новых событий новых ситуаций изменение мира вокруг я это видел многократно в своей жизни и убежден в данной точке зрения которую постарался вам донести